друзья привет если вы любители отдыхать своей большой семьей на природе то honda для вас кое-что приготовила сегодня мы вам покажем honda odyssey 5 поколение осенью 2018 года я был в японии и увидел honda odyssey на улице я сначала не понял что это за автомобиль очень красиво меня заинтересовал я подошел ближе увидел значок honda зашел сзади это был honda odyssey я подумал а почему мы не возим такие автомобили почему нам не звонят и по этим автомобилям почему люди по владивостоку не ездят на этих минивэнах по размерам по габаритам и по большей части эта машина конкурент минивэном от тойоты voxie но и squire кто-то даже относит его конкурентом альфардо его fire давайте в этом видео разберемся действительно ли honda сделали реального конкурента тойоте здесь стоит мотор к 24w для российского рынка они стояли в аккордах которые продавались на территории российской федерации у официалов с 13 по 2015 год и также до сих пор эти моторы устанавливаются в honda серве и продаются также через официалов в японии именно на внутреннем рынке к 24w мотор идет только на одиссеях и еще можно встретить этот мотор на американском рынке также в аккордах здесь у нас 175 сил у нас полноприводная версия этого автомобиля то есть в одиссеях самый минимум 175 лошадей я бы какую пластика бы красиво поставил потому что машина она достаточно дорогая даже для внутреннего рынка среди минивэнов они стоят хороших денег и есть и по 10 тысяч долларов экземпляр есть и по 15 есть по 20 по 30 тысяч долларов экземпляр это достаточно дорого и хотелось бы какого-нибудь красивого лоска но honda еще такого не видел даже в аккордах нас встречают просто все агрегаты в открытом виде без какого-либо красивого пластика для меня как для любителей гибридов мне бы очень была бы интересная версия этой модели с гибридом 2 литра мотор lfa на 145 лошадей 135 киловатт гибридная установка вариатор точная копия технически как и аккорд аккорд очень хорошо едет очень хорошо едет трогается с места едет в середине вообще везде на верхах внизу в середине классно едет и катать такую массу он будет вообще без проблем что можно еще купить у honda из минивэнов это honda степ веган ребята ну там мотор полтора литра полтора литра карл здесь ты едешь не напрягаясь у тебя мотор я вообще его особо не слышу как он там даже в районе 3000 оборотов я его не слышу там ночь что-то там какой-то звук идет из-под капотки полторашка 7 мест 6 мест у вас степ веган но я не знаю конечно ресурс мотор очень маленький но он интересен людям с россии так как у него пошлина небольшая поэтому если вы хотите взять вот такой вот минивэн и прокататься на нем 3-4 года может быть и пять лет я бы вам порекомендовал бы посмотреть не степ веган а именно одиссея мотор проживет здесь сто процентов дольше и будет возить не напрягаясь так как мы сравниваем одиссей с сегментом минивэнов от тойоты я сейчас напомню какие технические начинки есть у тойота эсквайр но х и воксе обладают двумя видами моторов это 3zr двушка они на нем делают и передний привод и полный привод если вас интересует гибридная toyota то это будет мотор 2zr это 18 и гибридная установка на 60 киловатт это начинка вся взята с 30 приуса агрегаты послабже здесь конечно же чувствуется что машина тянет по другому вообще работает по-другому начиная от ходовой части и заканчивая вообще как у вас работает вариатор как у вас мотор стартует с места вообще все по-другому более все плавно и вы не чувствуете дергание того то что мотор больше на 400 кубиков чем у классического ноха либо oxy когда вы садитесь в одиссея вас встречает комфортное кресло она тряпочная хотя у нас бюджет не маленький но бюджет я скажу чуть-чуть попозже вообще стиль торпеды выглядит намного дороже чем сегмент в оксе новых эсквайр то есть я бы даже бы сказал бы что здесь honda даже метит поконкурировать все-таки с альфардом приборка у нас черно-белая не цветная как на гибридах на гибридах конечно же все сделано цветным елочки зеленые синий зеленый голубой цвет прям приятно глазу компьютер здесь мы можем смотреть расход ну в общем все стандартно и у нас двери открыты руль кожаный большое управление музыкой круиз можете выключать слежение за полосой можете управлять круизом общем ничего необычного маленький симпатичный селектор множество всяких подстаканников куда можно всяких ниш очень много места здесь салон дороже даже и все начинается вы понимаете когда вы начинаете закрывать дверь она тяжелой как она закрывала вот она прям тяжелая все я слышу только звук кондиционера ручка у вас в деревянной панели опять же кнопочки с обоих сторон двери открывать закрываются у нас с кнопки слежение за полосой за препятствиями антиюз давайте посмотрим на основу любого минивэна это уже идут задние сиденья ну что сказать сиденья но обычная в принципе сейчас вообще очень редко встретишь диван вот такой спереди второй ряд полностью без прохода то есть сейчас делаю все что степ веганы что те же самые фрит воксе но в основу это капитанский сиденья между ними проход вот но здесь восьмиместная комплектация это большая редкость это уже серьезное вообще число пассажиров и эта машина готова комфортно перевозить этих всех людей высота у меня роста 85 сантиметров я сижу в кепке которая еще тут добавляет я вообще не цепляюсь даже если я сяду прям ровно я все равно не цепляюсь сидеть высоким людям здесь комфортно то есть места очень много то есть нужно посадить человека без проблем будем чувствовать втроем на этом ряду себя комфортно если вы едете вдвоем либо один сзади вас подлокотник подстакане какая-то здесь полочка положить чего-нибудь в общем второй ряд зачетный а где же 8 мест я же говорю про 8 мест даже они спрятались они у нас спрятались в пол и это решение опять же вырывается вперед от тойотовских каких-то инженерных задумок то есть здесь вот такая вот штучка есть которая держит его что такая простая петелька и тут у нас поднимается вот такая штука мы дергаем вот за вот эти петельки и третий ряд у нас достается багажник в одиссеи это тоже очень крутая вообще разработка здесь когда у вас поднятый третий ряд на него могут ездить люди я не знаю но сюда можно прямо поставить продукты питом ангал там я не знаю там стульев накидать ну то есть можно его подзабить вот примерно вот так вот если вы куда-то едете на море у нас полноприводная версия rc 2 кузов то конечно сюда палатки вам либо нужно рейлингов у нас нету бокс вы не прикрутите у нас есть вот такое вот решение и у нас просто здесь очень много места если еще опрокинуть второй ряд можно не габарит возить можно спать тут я не знаю тут очень такие вечеринки закатывать но в принципе вот угол вообще не сидишь как виш альфа вот так вот как-то там вот так вот вот так вот собравшись еще тебе давит потолок вот так не сидишь то есть вы посмотрите на самом деле здесь потолок ниже вообще высота кузова ниже чем у воксинах и сквайр но зато я сижу просто как король в общем вывод короче третий ряд годнота можно ездить не только детям можно с высоким ростом садить сюда людей они не будут доставать до крыши но если какие-то ямы все таки я достал бы головой до крыши и ударился бы потолок покупая одиссея вы будете выделяться на дороге потому что это очень красивая машина вы посмотрите на решетку радиатора на вот эти вот хромовые элементы в которые еще дизайнеры засунули туманки тоже кстати туманки диоды у вас вот такая двухлинзовая фара тоже полоска из диодов хромированная решетка в общем морда очень симпатичная и даже у нас комплектация не абсолют я на все равно очень красиво абсолют конечно абсолютно красиво здесь у вас хромовая накладка на ухе в общем хромовые элементы еще по дверям идут переходят задней двери здесь у нас спойлер здесь у нас также хромовые накладки и этот весь хром выглядит не колхозно завода прям сделано все очень сильно мне нравится машина я вообще когда увидел этот автомобиль в японии я увидел его задней части и меня привлекли стопы они очень красивые вообще вот эта игра с хромом игра с задними фонарями задний ход поворотники очень все красиво выглядит то есть и сейчас этой машины толком еще все равно их нету в россии их 9 штук на дроме продается всего но люди просто не знают про эту модель сейчас гибрид стал проходным сейчас я думаю все таки мы чуть-чуть наведем популяризацию этой модели их станет больше если покупать этот минивэн вы еще будете самым видным парнем на красивом минивэне в своем дворе в пятом поколении honda усовершенствует всю подвеску и они сделали ее не такую как она была на всех четырех поколениях передняя приводная версия будет спереди макферсон сзади балка у нас полноприводная версия кузов rc 2 у нас здесь применена технология д регион они перенастроили всю ходовую часть как она работает острота руля действительно чувствуется вообще как она отрабатывает какие-то неровности как она заходит в повороты очень хорошо в описании этой модели honda говорили то что они настроили подвеску так что центр тяжести у нее очень близко к низу автомобиля гнищу и это сказывается на езде я вам скажу так то есть я вообще не отличаю езду на одиссеи и на своем седании сайт вообще то есть его вообще не кренит весь мы сейчас едем скорость хорошая она очень круто стоит подчеркиваю слово стоит на дороге ходовка очень взбитая хотя у нас 85 тысяч пробег но ходовка вся сбитая прям немножко другое ощущение чем отдает мне прямо нравится как они настроили ходовую часть я бы дал бы четыре из пяти этому автомобилю honda одиссей в пятом поколении делится на два типа это как крауны есть рояль а есть атлет рояль более такой взрослый на высокой высоте резины то есть он более комфортной атлет более спортивная модель здесь тоже самое здесь есть комплектация g у нас есть g есть комплектация абсолют это как бы со спортивным уклоном rc первый кузов это передний привод мотор 2 и 4 175 лошадей передний привод комплектация g будет стоить самый старт 1 и 2 миллиона рублей хорошая цена кузов rc второй 2 и 4 мотор 175 лошадей полный привод это наш автомобиль будет стоить самый старт от 1 и 4 миллиона рублей наш экземпляр стоит миллион шестьсот тридцать здесь потому что опять же какой пробег то есть у нас здесь 85 опять же какие-то бонусы вот эти датчики по обгону сколько у вас еще посадочных места все влияет на цену здесь человек сделал свой выбор за немаленький бюджет купить себе комфортного минивэна отсюда и такая цена комплектация абсолют для настоящих спортсменов это будет передний привод мотор 2 и 4 тот же сам мотор к 24w 190 лошадей у вас будет другая внешность у вас будет кожаные вставки по салону кожаный руль вот эти все камеры в общем самый фарш старт цен от полутора миллионов рублей за передний привод если вы хотите тот же самый абсолют но только еще и на полном приводе у вас будет уже 185 лошадей то есть они чуть-чуть подушили мотор и сделали 185 лошадей цена будет 1 и 6 миллиона рублей за полноприводной honda odyssey в комплектации абсолют и все это за адекватный бюджет самый старт на гибридный автомобиль honda odyssey внимание миллион двести пятьдесят хорошая цена за эти деньги продаются в воксе пустые на гибриде а здесь можно купить вот такого здоровенного красавчика вообще по-другому сделано за такие же деньги но если вы хотите опять же комплектацию как-то по внешности чуть-чуть такого покрасивее это будет цена повыше но самый старт миллион 200 приятная цена ребят чтобы побольше людей узнала об этой замечательной машине поставьте лайк подпишитесь на канал скиньте ссылочку другу и давайте сделаем так чтобы эту машину все-таки увидел российский покупатель и выбрал бы ее следующим автомобилем для своей семьи и пользовался бы ей выезжал на природу катался по городу кайфовал она не будет ломаться служить ему верой и правдой японский автомобиль honda odyssey на правом руле пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля